которые делают его таким достаточно терпимым. В России имбирь стал использоваться только последний кодекс. То есть это разработка либо европейских стран, либо стран Востока. Вот кто любит восточную кухню, вот в Дальнего Востока у нас девочки приехали, там очень много что делается с имбирем. Согласны со мной? В российской практике имбирь заменяется хреном. Хрен с чесноком это классический русский рецепт от простуды. И он хороший, но после хрена с чесноком пойти навстречу по бизнесу, Получится хрен. Вот так, пойти навстречу после вот такого прохладного имбиря легкого. Лимон еще более изученный продукт. Смотрите, он тоже обладает очень большим количеством действий и содержит большое количество компонентов, около 40. Основными его компонентами являются лимонная и аскорбиновая кислота. В чем его фишка? Свежевыжатый лимонный сок обладает очень сильным способностью поднимать иммунитет, нейтрализовывать свободные радикалы и омолажив. И лимон используется, в отличие от имбиря, целиком с кожурой, потому что в кожуре полезных веществ намного больше, чем в мякоть. Мед еще более изученное вещество, в нем более 300 компонентов, и он используется вплоть до, сам по себе мед, вплоть до того, чтобы маленьких детям вместо антибиотиков при определенных случаях можно его использовать. Взрослым даже при мярном кишечнике. Я уже не говорю про омолаживание, нейтрализацию свободных радикалов и другие свойства. Каждый компонент сам по себе уже гладит минералы по витаминам. В европейской практике использование этих трех компонентов вместе, вместе, вот как в российской практике про хрен и редьку, и чеснок я рассказывала, обладает, смотрите, и противовоспалительным, и спазмолитическим, и иммуномодулирующим действием, и подогонным действием, и другими многими действиями. И по большому счету это научная и научно обоснованный народный рецепт от простуды гриппа, и вообще для очень сильного поднятия иммунитета. Но компания пошла еще дальше. Вот то, что уже веками было проверено, соединяется с силой самого алоэвера. В самом алоэвера более 100 компонентов. И аминогислоты есть, и полисахариды есть, и минералы, и витамины. И что самое важное, алоэвера, он очень быстро проникает внутрь клетки. Очень быстро доносит лекарственные компоненты до клетки. Для того, чтобы сделать разработки более серьезными, для того, чтобы иметь научную основу для нового продукта, в Германии в клинике Шерите провели эксперимент на биодоступность и бионакопление. В чем это заключается? Вот представьте, у нас две части зала. Вот в этой части зала все взяли грофь, дали витамин А, Е, и все два раза в день дали по 30 мл геля алоэвера. Вам всем. Понятно? Вы экспериментальная группа, по-другому основная. А вы контрольная группа. Контрольная группа получила только витамин С, витамин Е, и на вас сэкономили, геля вам не дали. Понятно? Когда сравнили результаты анализов этих двух групп через 2 часа после начала приема витаминов, через 4 часа и через 24 часа, посмотрите, какие результаты получились. Та группа, в которой было применение алоэвера, по-моему, там 306%, на 306% содержание витаминов в крови было выше. На 306% это практически в 4 раза. В 4 раза, даже не полное рекомендуемое употребление, на бутылке что написано, кто помнит? 3 раза по 30. А им давали 2 раза по 30. И даже при таком использовании в 4 раза больше витамина задержалось в организме. А витамина Е вообще почти в 4,5 раза больше задержалась. То есть алоэвера делает любой лекарственный продукт, витамин, минерал очень биодоступным. Поэтому если даже у вас есть родственники, которые чем-то болеют, и они принимают таблетки, принятие маленького количества алоэвера донесет их лекарства по месту. Понятно? Теперь, есть такое понятие иммунитет. На какие виды иммунитета влияет наша новая формула иммун-плюс? Вот есть первичный или врожденный иммунитет. За него отвечают 3 клетки. 3 клетки. Первое – моноциты. Что такое моноциты? Вот, Максим, давайте мы как-то встречем. Вот покажу нам, Максим. Вот зал в напряжении, заходит Максим. Да. Не, блядь. Ну ладно. Он моноцит. Он очень быстро, энергичный. Вот, моноциты, кстати, живут очень мало. А Максим, ну, пусть живет очень долго. Вообще все иммунные клетки живут мало, так, на всякий случай. Вот смотрите. Он, а моноциты приходят в организм, они как разведчики. Сходили куда-то на разведку. Выяснили, что, например, идет грипп, штамп такой-то. Пришли, и Максим громко всем говорит. Так, иммунные клетки, быстро готовимся. Идет грипп, штамп такой-то. Ну, и клетки, быстро готовимся. Грипп, штамп такой-то. Все. Иммунные клеткам что нужно? Иммун плюс, нам раздумать, все, все готовы. Все понятно? А как я пойму, что он мне сказал? Готовься! Сейчас объясню, как. Все спасибо. Да, все спасибо. Вот это моноциты. Смотрите. В организме между всеми клетками есть коммуникационная нейроинпульсия. Вот. Мы сейчас как бы это не разбираем, это физиология. Вот. Но все клетки организма очень быстро узнают, что в организме происходит. Из нас, из нашего участия. Уж мы так созданы. Так, с моноцитами понятно? Да. Теперь, смотрите. Второе. Макрофаги. Вот макрофаги и, соответственно, фагоциты, то есть, ну, или нетрофилы, они по большому счету действуют одинаково. Вот. Но одни действуют в камерах, а вторые действуют в кровотоке. Чтобы понять, как они действуют, давайте попарадно разберемся. Вот кто, с кем рядом сидит, найдите себе парочку. Парочку себе найдите. Так, нашли парочку? Обняли его вот так вот, прямо всеми руками обняли парочку. Вот прям целиком, двумя руками, парочку обняли. Целиком, двумя руками, двумя руками. Нам кем-директору никто не обнимает, бежит кем-директору обнимает. Конечно. Еще раз, смотрите. Как действуют вот эти иммунные клетки? Они как страшники. То есть, если есть какой-то вирус, моноцит прибежал, сказал, что мы готовы. Эти клетки действуют не так. Вот представьте крепость. И вдоль крепости ходят стражники. Стражники же ходят туда-сюда. Ну, кто вот из мужчин когда-то работал по храму? Они никого не трогают. Пока кто-то их не трогал. Согласны? Как только они нашли врага, грипп, вирус, еще что-то, они его что делают? Обнимают. Как выпускают внутрь, называется, фотоцитарная защита. Тем самым обезвреживают врага, но сами погибают. То есть, все иммунные клетки, они руководят. Понятно? Они существуют для того, чтобы обезвредить врага. Теперь посмотрите, там вот на слайде написано, сколько минут нужно, для того, чтобы весь организм узнал, что туда нужно направить действие. 30 минут. Через 30 минут все клетки уже знают, что там попал вирус, гриппа, там еще что-то. И туда нужно направить свое действие. Значит, что нам важно, что геймин-плюс на все эти клетки влияет. И он влияет на рост новых иммунных клеток. Даже если у нас сейчас хороший иммунитет, например, пришел какой-то вирус гриппа, мы его побороли, и клетки что сделали? Иммунные умерли, погибли. А новые? Новые должны сразу же родиться. Понятно? Да, постоянно. Сегодня мы пока сидели, у нас миллионы клеток погибли, и миллионы появились. Они постоянно отравляются. Теперь смотрите, приобретенный иммунитет, который мы приобретаем в течение жизни. Вторичный иммунитет на это тоже влияет наш продукт иммун-плюс. Значит, самый хороший иммунитет, когда мама при родах передает иммунитет ребенку. Если роды естественные, или кормит грудью. Также, возможно, значит, если мы перенесли уже какой-то грипп, который был в прошлом году, наши клеточки запомнили, как они с ним боролись. Если придет точно такой же штамм гриппа, они знают, что делать. Если придет другой, они не знают. Ну, не знают. Вот Максим прибежит, скажет, это гей, штамм другой, там, другой гриппа. Да, гей. Да, гей, да, и вот и ветки. И не знаю, что делать, как обезвешивать, какие они по цвету, по форме. То есть, что? Какой механизм должен быть? Это вот потом уже в процессе. Какая не отнимает. Ну да, вот. Дальше. Возможный вариант? Возможный вариант. Когда, например, вы в лесу, и вас обучил клещик. Вы, клеща в коробочке, не донесли до самого диамстанции. И вы пришли в травмопункт, и вам сразу ввели гамма-глабулет. Понятно? И инфицировали, и не зачем рисковать. И еще есть четвертый вид. Здесь же. Если вам специально ставят прививку, сыворотку, вакцину. Специально вас заражают, чтобы вы маленькое количество научились с ним справляться, и, соответственно, дальше весь организм работает. Еще раз. Вот на все предыдущие клетки и на все вот эти влияет наша формула ИМИ+. Для чего туда добавлен цинк? Цинк добавлен в хилатной форме. Он будет для чего добавлен? Есть такое понятие ядерный фактор КПВ. Это, как бы, ответ организма на очень сильные вирусы. Это способность организма противостоять вирусам типа гепатита С, аутоиммунным заболеваниям, вот, и каким-то видам онкологии, которые тоже зависят от вирусов. Не все. Услышали? Не все люди, контактирующие, например, с человеком, у которого есть гепатит С, болеют гепатитом С. У кого сильный иммунитет? Нет. И для чего сирен? Сирен считается в мире официально научной фактой противоонкологической добавкой. Он увеличивает ресурс, иммунитет нашего организма от опухолей. И цинк, и сирен, микроэлементы, они добавлены в минимальных количествах тех, которые разрешено. Понятно? В больших количествах их добавлять нельзя. Мы помним, еще есть витамин С, витамин Е, я об этом говорил. Значит, вот наш новый день, иммун плюс. И вот посмотрите, за что компания дает, отвечает. Она говорит о том, что ответ на иммунное действие, на внешнюю угрозу будет быстрее. Что иммунитет и укрепится, и активируется, и сохранится. Она говорит о том, что будет помощь в восстановлении, если вы заболели. Все понятно? Хорошо. Какие сочетания, с какими продуктами сочетания возможны? Максим, будь это добры, можно выключить сфер. Мне кажется, просто плохо видно. Значит, смотрите. Наш в мире мунг плюс все хорошо. С ним все понятно, он специально создан для иммунитета. Значит, что мы к нему добавляем? Мы к нему добавляем нижний ряд. Это капсулы цистус. Они специально созданы из растений ладоник. Это вечно зеленое растение, произрастающее в Греции и Турции. Особо важны листики. Чуть-чуть цветочки используют. Значит, туда тоже внесен дополнительный комплекс цинка. Помните, да? То есть он такой очень мощно влияет на иммунитет. Дальше. Есть спрей цистус. Считается, что капсулы цистус используются регулярно, а спрей в остых случаях. Вот у меня, например, есть сумки. То есть чуть-чуть прибонило горло, я сразу грызгаю спрей цистус. Он намного сильнее, чем спрей алоэ вера, скорая помощь. Но его никто не отменяет. Смотрите, вверху у нас алоэ вера, скорая помощь, спрей. Мы увлажняем слизистую, навлажную слизистую. Всякие пацилы почти не прилипают. Дальше. Почему наверху вся аптечка, концентрат мы используем, если вдруг ребенок заболел все-таки с высокой температурой, мы наносим концентрат от волосяной части для трусиков, плюс стопы, плюс икры. Помогает очень быстро снизить температуру. Дальше. Для чего нам крем с прополисом? Потому что мы активно будем ходить, гулять, на лыжах, на санках, на коньках. И этот крем, крем с прополисом, защитный крем для кожных покровов. Пошли всем лица намазали. И посмотрите. Сбоку не просто так. Вот в январе компания объявила акцию на линию микросигля. Это очень важно. Почему? Потому что в эту линию входит микрополистое металлическое серебро. Это разработка научного института в Дрездене, металлургически, кстати, института, добавленных косметическому продукцию. И там же добавлен цинк для усиления иммунитета кожи. Я всем предлагаю на время эпидемии грифов, то есть это вот январь, февраль, может быть, начало марта, потому что в этом году очень теплая погода стоит в Урале, Сибири, не знаю, как на Дальнем Востоке, и эпидемии сместились на весну. Это очень тяжелый случай, потому что весной гриф вообще очень тяжело переносится, потому что дефицит минералов витамина. Вот, значит, что я предлагаю? Пока есть по акции, где средства, купить, без разницы, что достанется, может достаться очищающий гель, микросильвер, ну, если закончится шампун, и переведите в дозатор для мыла. Это будет замечательное антибактериальное мыло. Пришли с улицы, особенно дети, или с большим количеством людей вы работаете, или из магазина вы пришли, или из школы, из сайта, помыли руки, помыли лицо. Понятно? Все. Это будет очень-очень такой хороший ответ. Теперь, для долговременного использования. Помните, у нас есть программа «Разные санатории». Так вот, при санаторном длительном использовании мы можем стандартным путем обогатить четырьмя продуктами этот гель. Значит, обычный пробаланс наш, который защелочивает. Дальше. Омега. Еще профессор Галлина рассказывала науку о работах, которые проведены в Санкт-Петербурге, о том, что любой гриб и простуда на фоне принятия омеги в два раза быстрее заканчивается. Вот. И наискосок наверху это капсулы цистус, и внизу наши витамины ВИТАКТИВ. Зимой без ВИТАКТИВа мы совсем не можем. Вот у вас здесь первый раз я увидела солнышко. Вот я была в Казани, в Уфе, в Екатеринбурге, я сама живу. Вы знаете, зимой фактически нет солнца. Все время пасмурно. Нет солнца, отсутствует витамин Д. Взрослые справляются, детки нет. И нам очень важно обогатить натуральными витамизами вот наш рацион. А у нас там 21 ягода и фрукты. Если вот этот набор купить, то иммун плюс можно побольше немножко, а, например, омегу и цистус можно использовать по одной капсуле в обхвате на 60 минут. Иммун на плюс только в 103 купить, и все. Вот вам готовый санаторий для иммунитета. Можете сфотографировать. Так. Какие у вас есть вопросы по использованию? Значит, прежде чем...